герой есть в каждом мегафон киберспорт начинается с тебя включайся возвращаемся на отборочные сл мумбай отборочные североамериканского региона и у нас матч победителей flying penguins джей шторм джей шторм очень быстро тоже разобрались со своими оппонентами из тим к салотал и у нас только из-за обновлений там клиента очередных лагов дота сети задержался матч но тем не менее джей шторм flying penguins победитель выходит в финал и будет иметь best of 5 одну карту преимущества что безусловно приятно вот ну и как мы видим джей шторм сделали выводы определенные это бан вайпера это бан чена monkey king а всеми тремя героями очень неплохо отыгрывали пингвина и сейчас посмотрим на что-то новое ну и envy сразу фантомку себе забирает прям просто первым пиком причем даже немножко странновато потому что в предыдущих играх вот на квалах минора он в таких же ситуациях выбирал life stealer всегда life stealer доступен сегодня life stealer в этом патче сверхсильный персонаж у его те герои которые контрили раньше с огромным трудом контрят сейчас и если вообще контрят с теми с кем он хорошо разбирался он разбирается еще проще в общем чудо-герой через радианс вот этот вот эвэйжен очень хорошо все у life stealer а получается на life stealer мы не видим кстати интересно что фантомку вот так вот с джеки россом его в чем комбинация джеки рост верны как замена лови там что шамана будет же героя под пуш с полезными скиллами возможно в рамках борьбы с фуриона носит один из тех героев которые с ним на линии что-то могут сделать потому что ты берешь какого-нибудь любого саппорта называешь того что до шаманы приходят фурион кидают в тебя с руки вкатывается земель и 2 пенечка тебя бьют и не ты еще не можешь сделать джеки россу он и достаточно жирные довольно полезные скиллы чтобы хотя бы выйти в размер с пусть фантомкой если вот такой фокус плотный пойдет так тем временем джаггернаут очень сильный персонаж на линии да и вообще такой вот кэри можно сказать ну не универсальная самобытные что ли которого не так много нужно помощи на линии и самое главное с помощью он может убивать в отличие от многих других один из самых популярных персонажей может потерпеть вначале чем ответить м и джаггер не сказать что слишком хорош против джеки росс слишком хорош против джаггера все время все просто три секунды какой-то хитрый план сейчас будет давай об но нет но это не очень хитрый план пока джаггернаут чувствует себя очень здорово потому что джакира титанова ловят очень плохо да и спаса от стомпа можно увернуться с помощью blade fury поди фантомку будет убивать если даже на будет сколько-то одинаковые фармсеров атомка в рамках соло дпс будет просто наказывать она и сама слабо уязвимы для его обилок потому что можно на кого-то блинкнуться из тиммейта всегда можно жать блюр уворачиваясь от его обилок и если там уходит крутилка то можешь вас ворваться мне там дизолем и убить его за эту самую крутилку же что фурион на какой позиции начнешь про и парень я думаю что оффлейн плюс земелья но америка сам понимаешь ему с любого интернета что-то передумать и сделать его на перса про там 5 позиция где вот оффлай или саппортом 4 позиции как делали те же секреты но секретов он все-таки пятеркой был тоже да но по разуму разбивает про то что его брали и так и так то есть я просто не могу еще четвертой позиции просто кто-то брал еще или нет в метайте делали ньюби с трипл си стоял кстати выиграл настолько вывел что потом это герой даже банили против них до команды решили потратить все время на обдумывание второй стадии у них останется очень мало на принятие финальных решений практически не останется неожиданный выбор но кстати супер нового пока не особо разбивает фантом к может прыгнуть конечно но джакира титану тяжеловато скорее даже дело не то что яйцо плохо разбивается в том что она в целом разбивается с кто-то это будет делать что будет плюс два героя обычно просто не соберешь под что-то вот блэк холл под поляна мк под виллу вис под трента то есть под какой-то вариант в котором тебя яйцо точно будет работать под спрут и ну да ты ставишь спрут и феникс шумит ультимейт спроты поломается что-нибудь такое ставишь спрут и феникс пролетает спроты ломается собственно контроль на джаггернаута появляется ультимативный с которым джаггер вообще ничего не сделать вряд ли линку захочется собирать хотя возможно и захочется но в любом случае это такая вынужденная мера который джаггернаут просто так не прибегает и бист он такой прочный на линии персонаж помимо всего прочего более того здесь мы не видим никакого чена он баня который бы мешал кабанам бан кунки от джейсторм ну в общем флайн пингвинс конечно хотят забрать вот такого как раз мидера типа кунки мк что-нибудь чему не помешать вообще последний раз они опять же брали у д в таких же ситуациях все еда и везде просто удаляю 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 там говорят нормально не разваливает камере старается разваливать дк интересные такие баны последние еще еще и те и другие очень много играли с квопой вариант это вообще лина хороший вариант безопасно опять же то есть у нее рейнджа позволяет бить яйцо ну сколько вернули все после появления линии супер новой тяжелые дела получаются еще можно собрать аганим объяснять джаггернауту против фурион опять же работает то что можно спроты ломать ответ джейсторм не могу придумать герой который бы сильно исправил ситуацию надо же и линию постоять и полезным быть и вторым кором потому что выдавали джаггернаута слишком много контроля уже есть самого разного сквозь бкб в том числе медуза не простоит вайпер в бане темп ларку может быть да тоже по джекероса тяжело играть я ладок до такой я не был готов все гг 1-0 поздравляем бенгейнов и мхо не прокусят ли но с нет ли ну да даже если он линду прокусит то есть ты вот говорил вот джаггернаута хороший герой плохо на него работает джеки роз плохо работает титан и то же самое но обратную сторону для ликантропа отличный работает джеки роз отлично работает элдер титан этот не тот парень который сейчас будет игнорировать доминатора игнорировать некрава и будет собирать какой-нибудь бкб сразу и опять же фантомка его ест нура то есть начнешь драться ты просто сильно слабее чем она по скиллам приросту статок по всем прочим супер сплит во все стороны ну разве что тут опять же то есть без мастер ловит наказывает лина ловит наказывает то ли дело мегафон можно поднять щиты и болеть за своих поднять щиты и за безлимит болезнь за своих самым быстрым мобильным от мегафон кстати если вы уверены в своих прогнозах вы можете зайти на сайт паре матча чтобы наблюдать за игрой было еще интереснее потому что ну казалось бы куда уж и интереснее северная америка и салмумбаи пол четвертого утра интереснее может быть интереснее может быть когда штаны горят изнутри прогорают прожигая кресло от того что nv это не прожал бкб становится максимально интересно ну я таких ситуаций уже даже самом деле даже не особо-то и помню все раньше постоянно что не день-то хайлайт от энли то он что-то придумал то что-то собрал не работает на штаба башерного айда вот это вот а теперь у него как-то все стабильно и хорошо получается но это на мой взгляд именно из-за того что как бы они играют не самыми сильными соперниками не самыми сильными соперниками у тебя и получается все лучше а вот когда тебя начинают душить там и начинаются все приключения может быть может быть пока у него просто стабильно получается команда менять или составы у нас сколько его за дота плюс за полгода ой много-много он практически как лил в снг только он реально меняется собирает составы и капитане в них вот и за ним идут еще так ну а джей шторм это бывший вич гейминг джереми шторм которые стали джей шторм потому что надо разделяться нельзя теперь под одной организацией быть ну и кстати говоря забавно что они не просто разделились они еще и разделившись получилось так что состав джей шторм ушел в форвард джей шторм набрали новых ребят вот этих вот интересных игроков в доту таких как например брайл или например все поле или с прогуглить значит попзу если ты находишься в 8 по очкам не принадлежит тому холдинг кто одна из команд не едет и заранее должен объявить какая поездка нет если допустим вторая команда пойдет выиграть какие-то квалификации вообще не может участвовать или как или она не может попасть только напрямую насколько я понимаю вообще не может участвовать потому что ну иначе почему до квалификации до срок до квалификации на им нужно урегулировать эти как это сказать конфликты думаю что вообще нельзя просто в таком случае если бы можно было бы то зачем было бы отказаться от состава потому что нет ни первый ни второй скорее всего пачка мы не попали бы да и вообще это как бы знаешь такая хорошая мне кажется практика все-таки на мой взгляд не очень круто выглядит когда вот это вот вичи гейминг джереми шторм против вичи гейминг джереми тандер выходит на вичи гейминг пусть лучше вот джей шторм будут и где-то рядом над ними типа смеются верхней сетки кин гейминг и холм кин и холм и написал г и ушел Мавр сделал свое дело вот интересно как проходит в других регионах отборочные то есть вот в северной америки я как не посмотрю там всегда так ну типа чё-то там не очень торопливые да ребята не очень торопливые знаешь я как будто в тюмень вернулся там город отлично вот местами люди прямо после москвы максимально не торопливые это вообще много где я бы сказал относительно мегаполисов в на периферии потому что в мегаполисе жизнь как бы не дает тебе двигаться медленно так тогда у меня к тебе еще вопрос вот здесь стоит фантомка так у тебя ее элементы эффекта оружия тоже левее герой отображаются или все правее правее у меня они отображаются правее около прохода так хорошо я скинул тебе скрин сейчас заценим что меня это выглядит вот так а я понял а у меня это выглядит в обратную сторону в обратную сторону но немножко там не такой формы они но это все правее находится где вот я понял дерево три дерева стоят после лестницы справа ага вот около третьего вот тебе внимание вопрос чем вызвано вот это все если у него аркана нет вообще а у него есть аркана все норм это хороший вопрос учитывая что мы наблюдаем такое довольно часто у кентавра рога отделяются сейчас самое интересное что после паузы как они переместятся ты достойный противник ты достойный противник причем иногда нужно адаптировать я допускаю но когда вот оно и так хорошо звучит из чего ради выдумывать было что то и потом получается какой этих strategic music было натуральный проповедник который между прочим вниз в итоге пошел а че еще было стратегик так ты не помнишь что ли блин там много еще было я уж не помню следующий сейчас может найду стрит миссис хе ххе хе 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 х наверное такой мема если подробнее так Fear Fear распробовал тычки-фантомки джекироса Будет стоять в трипле Фир, Му и Марч Ну и в трипле будет стоять Энви К нему прилетает сюда Фли И у него Лелис Готовы они сражаться Джакира прогоняет Фира Фир на самом деле очень много хп потерял Сейчас Двумя тангусами надо будет отъедаться Ага, заблочил спаун Негодник Фласка отпивается Окей, отпился флаской Пойдем дальше Так, но у меня вопрос Чего ради поставили триплу В легкую Пингвины, то есть у них халдера в целом Здесь одного хватило А в боте бы сильно пригодился Джекирос Потому что Фреон Но он может Скажем так, против Бесмастера Хорошо постоять Миди Лекан против Лины Против Лины, да То есть до 6 Лины точно не умирает И скорее всего имеет шансы При правильной игре Поднаказать немного Лекантропа Но на верхних лвах Особо смысла хорасть его нет Потому что у него все-таки повышенные хпоригены Он просто Заригенится Он видишь, уже пришел с колечком Взял Монгвоз и просто стоит себе хпоригена Под Аурой Уходит Фир С линии На четверть второй Фир Лагает Ну вот Я кстати посмотрел Запись стрима Действительно лагала именно Дота То есть стрим шел без пролага А Дота подвисала Причем в моментах Знаешь Никогда там МК разложил ультимейт Или спектр ультанул А просто в каких-то рандомных А ты ставил Настройку Чтобы не лагал ультан Спектра Там что-то там 10 тысяч Вводить Да-да-да Там надо больше Если ты поставишь 10 тысяч У тебя скорее всего зависнет Все намертно Там надо Миллиард лучше Несколько миллиардов Поставить этот рейд Потому что Я Тут недавно слышал Лекс поставил Что-то себе И у него все зависло Но он поставил там 200 тысяч Что-ли Или около того А это как раз Супермало Ну да Мне вообще помогла Вот помнишь Ты мне давал гайд Как сделать Чтобы не лагал ульта Там МК Или А кстати МК у меня наверное Все равно лагает Но это настолько Незначительно Что Мой мозг не успевает Знаешь Типа Мой мозг лагает Значительно больше Поэтому я не замечаю Пролага Тут два героя Получили левелап Смотри как они светятся Напоминает Драку в Текине Каком-нибудь Где в дарах Каждый дар Такая вспышка Да Уже запалил Кстати Тизер Джонни Кейджа В одиннадцатом Мортал Комбате Нет Блин Ты прям очень мемную Штуку пропустил Он очень крут Сейчас я тебе Намучу ссылку Потом как-нибудь Посмотришь Сейчас Прям хорошо Если будет долгая пауза Поставлю тизер Джонни Кейджа Там настолько Там это кстати Цезурный верст То есть нет крови Сейчас Там настолько Мемная штуковина Что они Даже сделали Фаталити В виде бага Из первой части Какой в первой части Был баг? Ты мог Фаталити Трижды провернуть Жесть То есть Оторвало Делаешь апперкод Минус голова И при правильно Наживаете клавиш Ты мог дать Еще один удар И оторвалась Вторая голова Потом еще Третий раз Короче Такой баг Именно Не влияющий На игру Конечно Не влияющий Но они Очень бодро Сейчас Обыграли Че Я тебе скилл Потом как-нибудь Запали Потому что На удивление Годно Учитывая Что Всех остальных Они сильно Или переделали Или как-то Обезвиваешь Я видел какие-то мемы Закатываются Вены Здесь Джекирос Перетянулся Большое ему За это спасибо В бот Потому что Давать Фул фрифарм Фуриона Это такая себе идея Слишком много игр Я видел Где-то заканчивалось Плохо И вот это Суданол Буквально сегодня Вкидывали видос Где варлок Кидает банды Ультимейт Фуриона Залетает И убивает всех Неприятно Да Ранний ультимейт Это очень Жестко Еще в старые времена Там 13-12 год Так играли Когда Профит Шел на Соло Линию Игралась Трипла на Триплу Агрессивная Какой-нибудь Габлак Любитель был И потом Идет драка Под ульт Нейчерс Профита И невозможно Ее выиграть Слишком много Я видел Какой-то Мем Который Форсили Что Этого Шегги Искубиру Там Лабрес Какая-то серия Где он Пошел С байкером Идраться Один На всех Распинал И Сделали Даже Петицию Куча Народ Подписала Шегги Вдота Раскатывается Фу Бэ Не убежит Много Замедлений Да И Блэйд Фьюри Тут Неплохо Так 90 Урона В секунду Магии С ростом Не так и плохо Что умер Потому что Сейчас просто Выдал Хапориген Для Элдора То есть Дал ему Фласку Дал ему Тангус Фласка Потерялась Она валяется Бывает В итоге Видимо Не выложил Тангус Лишний Или еще что-то Что-то Принес Катериген Она получила Потому что У нее Все уже Заканчивалось И в итоге Не настолько Ей будет Печально Как же Лина-то Месит Ликантропа Уже На 10 Крипов Опережает Его И продолжает Душку Рея Еще и Манга Есть И В ботле Заряды Есть Это Именно Такое Подхарас Без возможности Нормально Убить Ликан Хорошо играет По рунам Он Контролирует Руны Он забирает Их Вернее Волками Денает А вот И поехал За регеном И он Перекладывать Шрайн Так Вот Они Приезжают Регены Перекладывать Манга Время Все правильно Нажимать Давай Смотреть Да Все Хорошо Нажим 4 Сейчас Еще Включится Манга Под 600 Будет 550 Ладно И по идее Того хватит На флу Рассказ То есть Который Можно Пробить Забрать Виннис Перетяжечка Пошла Там Еще Эдве Подтягивается Можно Забирать Как Фир Прокатился Мимо Всех Но Это Ему Не Помогло Минус Два Удается Сделать Снизу Не Получается Сверху Можно Снизу Элвер Тсана И наловил орехов Похоже Тринтайм Подбойщик Его фурел Хорошо Но В итоге Выживает Шаг Где руна Опять Я не понимаю Куда руна Исчезла Ее кто-то Опять волком Заданил Для контроля Видимо Да Видимо Да Ну потому Что ее Нигде нет Очевидно Что ее Кто-то Слабал Просто И волка Уже Тоже Нет Видимо На последних Секундах Не Залетело Не Залетело В Титана Которое Было Ввести Восемь Не Не Там Его Пенек Подсвечивал Просто Кончилось Слишком Много Целей Ты Просто Ночью Может Там Закон Дерево Заныкался У пеньков Не очень Хороший Вижен Может Геройский В таком Случа Спасло Это ему Жизнь Феникс Прилетает Сюда Здесь Попытка Что-то Сделать С Жакира Айспас Сейчас Феникс Можете Умереть Кстати Почему Здорово Осталось Здесь Так Осталось Все Еще Четыре Героя Подсветили Феникс Нет Продувки Нет Пробег Точнее Пролета Топорик Топорик Работает Все Феникс Минус И Летит Сюда Летит Сюда Джиггер Наут Профит Закрывает Себя Продолжает Гореть Там Кабар Забирают Добл Ну Два Саппорта Погибнут Джаггер Ворвался Получил Экспу Ну И Нормально В итоге Посапали Семь Теперь У него Должен Быть Откатиться Должен Был Свиток Он Может Опять Ехать В топ Фармить Хотя Пока Туда Открыш Отправились Безмастера Вышку В топе Забрали А в боте Задина Так Джаггер Дорабатывает Не очень Удачно И у Лины Складываются Дела Вынуждена Уходить На фонтан Для того Заметят Падает Вышка Будет ли Выход От Эрспирита Пошел Камень От Голема Но Эрспирит Не смог Застанеть По хорошему Если бы он Застанел Назад Можно было бы Оттолкнуть Под этот Камень Попробовать С Линой Что-то сделать В итоге Минус Вышка В миде Очень неплохо Давит За счет Ликана Саммонов За счет Профита Вот с этим Началом Несмотря на то Что внизу Потом Наумирали Но С другой стороны Очень много Времени Потратили И игроки Команды Флайн Пингвинс Они там Вчетвером Стояли Очень-очень Долгое Время Да Они по Экспей Из-за этого Сколько-то Тоже Просели Потому что Толку Делать Фраги На четверых И в итоге Джаггер Еще приехал На соло Золотал Экспейс Двух героев Уже Левел 6 А Фантомка Только-только Пятый Зала У тебя сейчас Много крипов Пришла По вышку Да И по нетворцу Из-за того Что фантомка Получала Там где-то Ассист И где-то Фраги Вот если бы Она все Фраги Забрала Это одно Но Она забрала Далеко Не все Фраги У нее 2.01 Пропустила Кучу Крипов Поэтому 4.600 У Джаггера Плюс Добитая Вышка С одной Стороны Да Причем Она Еще В центре Кликантроп Села Вышка То есть Тебя Еще плюс День Приехали Ульта Сейчас Залетит Не так Много Урона Там Блинк Можно Сделать И Блюр Нажать В общем А что Нежмот Ничего Ну Это Эмви Я не знаю Другого Эпичи Для этого Ситуации Да Уж Ну И сейчас Очень опасно Потому что Ультимейт То есть Нужно Не успели Пошел Ультимейт От Джаггернаута И улетает Спасается Снэйкинг На самом деле Зря Он так Точнее Это плохо Что он туда Отлетел Потому что Так бы Они убили Просто Двух героев Джаггера Было совсем Уже Нечем Дальше Бить Это плохо Конечно Что он туда Отлетел Кто и не спорит Ну и в итоге Что Джаггернаут Забирает Фантомку В соло Практически И еще Сильнее От нее Отрывается У нее 2800 У него 4800 А Это что У нас Быстрый А Это вот Через барабан Кстати Реально Крутой Итем Билд Вот Джаггеру Не хватает Мувспида Вот даже Он берет Все фейзы То есть Я видел Миракл Собирал ПТ И барабаны Ну реально Мувспида Джаггернаут Много не бывает Он очень любит Быстро передвигаться В том числе Не только для того Чтобы убивать Там вертушкой А для того Чтобы фармить Тоже Сейчас интересно Как дальше Будет собираться Тем временем Ликан ультует Закрывает Джаггерос И Джаггерос Дает айс пас И погибает Очень круто Давит Сейчас Джейшторм Падает уже Четвертая вышка Ее конечно Не добьют Сейчас Но Почему не добьют Ликантроп здесь Венечки новые Будут готовы Блазить Все дела И поехали Да Вообще да Я думаю Будет собирать Контратака Хорошо Давит То есть Доставили перевес При этом Всего 2000 По деньгам И есть У пенвинов Шанс Негко отобираться Самый полный А не дофраг Надо сделать Но их нужно сделать И пока непонятно Где они собираются И как они собираются Проводить свои атаки Потому что Противник сейчас Хочет Плотно просто Подожмет по карте Будет постоянно Скаутить Супеньками И волчками И возможно Не удастся Никуда выйти Чтобы эти самые фраги Сделать Ну да Это всегда Вот отдавая сопернику Карту Ты рискуешь Интересно Что возьмет на 10 Наверное При такой Возьмет 5 атрибутов Вряд ли еще 20 мувспида Учитывая Что у него будет Яши Барабаны И фейзы Мувспида Много не бывает Но Это по-моему Чересчур Хотя кто знает Посмотрим Ну и Как бы После Яши Уже возможно И БФ А возможно Сразу Дефуз Учитывая Что такая Супер агрессивная игра Ему все равно БФ Собрать не помешал Я думаю Он играет Против командов Которые не так много Саммонов Может быть Поэтому Не хочет Пока Фир Забирают Лериса В очередной раз Марч Уже Шестой Не потратили Просто так вот Забирают По поводу Просто Отсутствие Саммонов Все прочего То есть Все равно Жмешут И Если кто-то рядом Или пытается Забрать героя Даешь лишнего урона Это раз Если какие-то Крипы все же есть Ты быстрее их убиваешь Значит больше ударов Будет именно по герою сделать Да С точки зрения ультимейта БФ Действительно классно Помогает Выход на Му Его будут забирать Долго стоял Тут даже если Вертушка успела Откатить А у него Секунда Оставалась Не важно Потому что Все равно Ультимейт Бестмастера Не успел Среагировать Там даже Видно было Что он не дернулся И ультимейт Элдера То есть Даже если он Под конец Здесь ушел Тоже Пробивает все Вот эти вот БКБшки Правда Варт очень неудачно Поставили сейчас Игроки Плайн Пингвинс Собьют его Скорее всего На это Что поделать Тут не угадаешь Да Тут бывает такое Моргают на Эдви Будет ли сейчас На него выход Вот в чем вопрос Просто кидает Ультимейт На через профит Почему как-то Не очень удачно Он кидал Потому что Крипы везде Были далеко И в итоге Дэмиджи не прошло Ну Сразу почти И протратился Весь Заход на Рошану Очень быстро Забирают Рошану Чувствую вард Мне кажется Даже лишнее Ему же норм Настолько По регену Что у него Что у саббина А тут еще и Владмирс И Блайтстоун Профита Тут да Хилен вард Явно был лишним Джиггернаута Отдает Айгис Может накажет их За это Если увидит Что нет хиловарда Хотя с другой стороны Ультимейтов нет Бейсмастера нет Борозды Думаю что тут Вторым номером Пока играют Фандомка Вот Ну она Скажем так Перестала проигрывать Да берет 5к Всем атрибутам Действительно Ну вот Если брать ПТ То там Как правило Берут 20 Скорости передвижения То есть Такое вот Хотя по ситуации Опять же То Хорошо Фир залетает В Джакира Джаггер Успевает Нажать Блэйд Фьюри Хотя урон с руки Уже тоже очень хороший Чтобы по Дай Спас Не попасть Тем временем Выход от Марча Он видит оппонентов Тут пытаются Забрать Тир 2 Но проблемка Проблемка заключается в том Что Тир 2 уже забрано По центральной линии И могут пойти и дальше Но не идут Самым правильным решением Наверное будет пройти по низу Потому что Там соперник Поставил варды Захватил весь лес Просто пройти Как раз все отбить Можно еще какого-нибудь Снэйкинга подцепить Да Цепляют Снэйкинга У него кулдаун телепорта Его здесь заберут Да Его окружают Без шансов Шикарно То есть Забирают здесь его Забирают крипов И можно забрать 2 вышки Нужно это сделать Но за малом не хватило Был бы телепорт Он бы после первой Рокатки земель Успел бы его сделать Прямо так обидно В тайминге Зашли противники Живут с волок Кстати Джекиро Сто в инвизи Может сейчас их спалит Его видят Его видят на сантрях На том самом Кстати На сантри Который вот вард Ну это ошибка Джекира Он видел Что здесь вард сбивали Только что Феникс Поставил еще один Сантряк Минус герой И в итоге И умер И не разрывел Смог И сейчас Скорее всего Выход под руны Под баунс Заберут элдора Должны будут Сейчас волочки спалить Так и есть Ну и все Еще пропало Стоять 9 тп Отдут земелья Что-то как-то Не везет Вроде крит есть Но не вылетел Ну это мелочь На самом деле 8000 нетворса У него 6000 перрифарм В среднем Точнее не в среднем По команде По нижней линии Так и не прошли До сих пор Хотя Там вот Настолько приятные Вышки стоят Ты просто заходишь Забираешь Раз тавр Два тавр И все Ну хэмми ворвался В топ Под глюром Под своим Забирает Одного никера Сейчас попробую Добить второго И скорее всего получится Еще 100 голды Десятый левел Френ летит Закрывает Энви Надо было Просто грипа Вправо уходить Ну и что Придумывает Ты паут Какой-нибудь Делать Хотя может Останется Подождет Ему просто Дофармить До Изоля Чуть осталось Там 200 голды Смотри Ничего не боится Видит Фуриона Справа Он действительно Вышел И начинает Бить Ой Сейчас Сейчас будет Очень приятно Успел уйти Не залетела по нему Ульта Вообще Не залетела Не хватает на Телепорт Фейзи были в Кулдауне Руками Сейчас забьет Нет Не забьет Я уже думал Сейчас Как Сэп Видел Да Я же тебе показывал Ты показывал Нам Я просто Не помню Где показывал Я был Было так смешно Рюи тем временем Подцепили Ой Вот это неприятно Ты где? На фонтан улетал Да Там Для тех Кто не в курсе Сэп Он Случайно Кликнул Вот На уголочек Карты Хотел Ну грубо говоря Камера была Вот так Он хотел Прилететь на магазин А случайно Кликнул На уголок Карты Прилетил на вражеский фонтан И сам не понял Сам даже не понял Встал в каком-то тильте Не понимая Что происходит Мог там нажать Смог Купить гост Но в итоге Ничего не сделал И умер Тем временем Минус титан Ну здесь какой-то Супер фит пошел По всем фронтам Да Уже 8 тысяч перевеса Минус еще одна выжиха Осталась последняя внешняя А есть правда Скоро даже закончится Ликан Подрубается в ультимейт Ой-ой-ой А у Снэйкинга-то Все нормально Все-все Ультимейт есть Так что Он-то был в безопасности А вот вышка Про нее такого не скажешь А стоят на Макрапире Просто на пофиг Отводятся Слишком много Оригена Четвертая аура Ночь Хауль тоже дает Приятные бонусы В виде атаки ХП От Джекироса Откуснул Некрач Немного ХП Еще Заход дальше Самонов больше Титан Стомп А у Титана Первого левела Стомп Незадача Да это не очень надолго Будет забирать Потому что я понимаю Что Хауль все еще работает Их с 2 То есть дает Но еще больше Хауль Но должен Вроде как В этом плане Ничего не меняли Хотя Нет Вот тут не написано Может быть Меняли Ликвипедию Пойду посмотрю Нет Нет Не дает Раньше Он вообще Там как бы удваивал Именно ХП Но там давал Х2 Эффект Всего Хауля Ну ничего Не написано Про это дело Через альт Тоже ничего Не пишут В принципе Тогда Ликан Был чуть ли не Ну не Ферст Пиком Но таким Очень частым Там комбинации Всякие С Найт Сталкером Или наоборот Даже там Допустим Сталкер против Ликана Когда Вроде ты ночью сильнее А вроде и нет Или Ликан Против Сталкера Ночные Хищники Ну что Вышки сняты Все Тир 2 Остались только Тир 3 А Егис закончился Но огромное количество Саммонов Там вот Буквально Титана с Джакира Чем-нибудь Подцепить И можно заходить Либо даже Просто на самом деле Так много саммонов Что можно одну пачку Отправлять Там дожидаться Айспаса Отправлять вторую Пошел врыв На Бестмастера Бестмастера Отрезают Двойным слоем Деревьев Ликан здесь Ультанул Но забрать Не смогли Еще на рекупедии Вот есть патч 7.0.0 Пишет что Howl Double Effect Damage HP At Night Time И все И больше ни слова Про это Нигде и никогда Ну видишь как А то что Там вообще Изменено все Нет То есть Ну это очевидно Там было написано Но не написано Продолжает ли работать Этот баф Или не Нет Я думаю Не работает Если ничего не пишется Ну слушай Были ситуации Где Выходил патч В котором Было написано Что теперь Энигма Типа в описании На этой работе Как написано На самом деле Тут никогда не угадаешь И напомни-ка мне По поводу Марса Обещали Конец февраля Зима Зимой Да Ну тогда у них Осталось не очень много Время по календарю Valve На выход патча Да Получается что Ну Учитывая что у них День длится Чуть подольше Чем у нас Ну в том плане Что у нас там Уже заканчивается А у них еще Грубо говоря Только 12 дня Да Или Ну грубо говоря Сутки у них там Например есть На все это дело Ну да То есть фактически Сейчас у них есть Чуть меньше даже Получается Или чуть больше Да чуть больше Ну либо как обычно Выпустят Ну короче Либо Либо следующий Выходит обычно Ночью патч Да По нашему времени Либо вот завтра ночью Под самый вечер Это там 22-23 Либо завтра ночью Либо все Либо не выйдет Марс Я говорю Как обычно Выйдет 55 февраля 55 февраля Как у нас Вилл в Рухабе В расписании 31 февраля Сразу посмотрел И заорал 20 февраля В скобочках 1 марта Не а идея Это норм Я про то Что много же было Уже этих шуток На тему Valve И вот их таймера Что у них есть Свой календарь И стандарты от Монза Они же не сказали В каком году А здесь вроде сказали Да да Это решивка С их стороны Энви кстати Там прячется Не нашли его Всей командой Искали Вот сейчас Фурион выходит Видал Крит И улетает Хотя возможно В конце зимы 2019 года Имелось ввиду Что это 31 декабря 2019 То есть Это будет Последний день Зимы 2019 Это будет Очень кстати Крепко С их стороны Если они действительно Выпустят В конце зимы И не прикопаться То есть Их весь год Будут ждать Там знаешь На нити Выходит другой Какой-нибудь герой Это будет Вообще интересно Ну например Для меня до сих пор Одна из самых Больших загадок Почему Эбисол Андерлорд Он же Питлорд Вышел так поздно То есть Это был последний герой Который из первой доты Не добавлен Почему он так долго Выходил И куда А еще Почему Так поздно Вышли ящеры Вот эти Вот лизарды И где Так они же этот Не в том режиме Тебы вышли Там немножко Другие были Крепы Ну да Но они все равно Хотя похожи И где йети Были еще одни Были йети С хаос-атакой Такие зеленые Ой Это совсем давно было Их уже выпилили Потом с первой доты Да Их даже с первой доты Выпилили Вроде когда Я просто помню Что еще были Из того что я помню Из того что я постоянно Заиграл Если выпилили То ладно То вопросов нет Ну просто были Йети с хаос-атакой Которые просто Вот я уверен Что этот йети С атакой Бешеный Плюс как раз Шаман Лизардов Ну лизардов Да Он был просто Мародер шаман Они бы просто Вдвоем уничтожали Скорее всего Так и было бы Ай Слушай Это же Джаггер через Радик Тот самый Тот самый Сейчас шиво будет Ну вот я кстати Не совсем понимаю Почему здесь Джаггер через Радик Потому что Вот Взять Миракла Да Он играл Джаггером через Радик В игре Где был Свен Которому очень тяжело Было там как-то Ну короче Джаггер там Такую роль играл Он постоянно Драки были очень долгие И он постоянно кайтил А здесь Фантомка У которой Сейчас БКБ Потом Ну БКБ это уже Радиансы она не чувствует Потом еще МКБ Можно добавить И в общем-то Радик против нее Конкретно не работает Там работало великолепно Потому что там как раз Все били очень медленно Трустрайка Ни у кого не было И он Чувствовал себя здорово Знаешь Есть такая штука Когда Не нужно умножить сущности Самое обычное Это простое Объяснение Является верным Вот Радик нужно Чтобы сжигать птиц Без мастера Без мастера Без мастера Практически Птич Да Да Я вообще Не сказал бы Что это простое Объяснение Он просто Это уже сделал пару раз Прямо цель обратно ходил Ждал пока она догорит Возможно Это в том числе Входило в его план Ну знаешь Дороговато Дороговато Ну за того Минус Знаешь Вижен Не то чтобы Есть уже другие герои Чтобы так делать Забирают Рошана Айгис Сыр Ну в любом случае Имеет право Взять Радиенс С таким перефармом И сейчас Да видим норм Сейчас Шиву Потом талант На урон Забыт фурии Поехали На самом деле Когда Давно видел Даже на ютубе Типа ролик Джаггернау Через магию Шок Что Как так Он выиграл Джаггернау Через магию Шок Пожалуйста Почему он там играл Знаешь ты формата Тысяча полторы ПТС Набегал на 50 фрагов Или около того В общем я выиграл Дает он мне слэш Сам же дает Этериал Туда Да Ну и убивает Потому что ловкости Ловкости много Так Лекан Пошел Вот кстати Третья некра Реально Очень напрягают Суппортов Может Варды падают Длин еще ШП взяла Под это дело Это Не очень Здравая идея Что все баунтируны Забирают Ну и все Теперь с таким Преимуществом Остается только Зайти А это самое Сложное Какое-то количество От спама Есть Феникс Успеешь или нет Успею да Дем забирают у него Воруют Осталось только вынести Его отсюда Вот с этим Сложнее Надо как-то Помогать Поднимается Волчка Алина Не героя Не смогла попасть У тебя Я смотрю Знаешь Я иногда Такие вещи И не замечаю А у тебя Стоит игроку Дать Вайпер Роду Фатас В крипа Или Волчка Поднимает Лина У тебя Триггер Какой-то Срабатывает Ты там Сразу Достаточно Важно Это во-первых Во-вторых Тебе помогает Подать в героя А не в крипа То есть В первую доте Реально Можно ошибиться Здесь у тебя Есть допустим Два юнита Плюс-минус В одной точке Приоритет Он выделится Герой Можно выделить Волчка Как мы видим Ну типа Типа да Но я про то Что это довольно Глупо И слишком часто Может зарешать Сейчас порадовало Что Леконтроп Переложил На 27-ой минуте Имея керасу Доминатор Третьих Некров Он Выложил Из рюкзака Веточку И переложил Ее бережно Плюс-один Ко всем Как бы На дороге Не валяются И потом Когда-нибудь Он застанет Мультурный По лесу Убегать И поставить Эту веточку Да И заблочит Все Четкий Четкий план Говорят Что зима В Америке Кончается 20 марта Но опять же По моим подсчетам Когда там У нас Мажор 25 27 марта Кончается 24 24 Ну вот Примерно Значит 25 И выйдет Потому что Идея Валв Была в том Что они делают Патч После того Как заканчивается Связка Минормажор То есть запустя Привод 7.21 вышел Привели квалификации Привели турниры По окончанию турнира Выходит 7.22 И скорее всего Смысл Довется Марс Сейчас Его нет Только если Герой Какой-то сильно Поломан И они боятся Что он Все заруинит И не хотят Его доволять Сразу там В СС Который почти Сразу появился Буквально Через пару недель Фырю он Находят Должны сейчас Его забирать Но не забирают Но решил Даггер не вязать Вард не ставить То есть У бейсмастера Было все Чтобы сделать Все хорошо Но он решил Не делать И на травалах Уже летит на пенька Фир Интересно Это пример Барабаны Барабаны Минус гем Вернули Еще не так сложно Было поставить Вард А тебе Рор И быстро Забрать героя Не было бы бенька Некуда бы земель Было тпшиться Ну и так далее Все как снежный ком Одно за другим Земля конечно Интересно Эдем билд У него травала И видас Все А тут Энви поймали У него есть бкб Просто пауз Делать Пробьют Хватит Успеют Везение Ну фантом Тут 50% Знаешь как этот Как шанс Светить динозавра Либо убиваешь Либо не убиваешь Либо встречаешь Либо не встречаешь Типа того Совсем неверно Но типа того Даже для дота Не совсем верно Потому что Все таки Все равно Работает на его Мясы На все Работает Почту Шива Сгвар Джаггер бегает Ищет чего-то Ну как-то не торопится Заканчивать Вот они зажали соперника На базе Плюс Вынуждены постоянно Где-то там По лесам Пробираться Делают мало фрагов Проигрывают уже 15 тысяч Я так понимаю Через минуту Цель забрать Еще одни Баунтируны А заходить Вообще Не очень хочется Титану Они могут И умереть Потому что Качается Аегис Потом Уже левел 18 То есть Она теперь Плотно Титана Нет И это Неприятно Потому что Теперь остается Только Айспадж Хотя нет Лина еще Есть И байбреки Есть Если вдруг Что Тут надо Болечеть Как-то драться Кидать топоры Кидать Тегера Их очень много Кидательного Оружия Тролля Не хватает Джаггер Просто стоит В макропире Под вардом Отхиливается Забирают Некра Конечно Но Этого мало Подходить не хочется Потому что Фриона Хекс Он просто Накажет За любую попытку Что-то такое Типа Сломать Вард Все Бараки Забирают Добились Своего И в скором Времени Еще и Баунти Руны Сейчас Появятся Нужно Отконтролить После Чего Можно Точно Так же Заходить На вторую Сторону Потому что Преимущество Будет Еще Больше Шрайна Так Уже Летят На нижние Руны Джаггер Забирает Одну Понимает Что за второй Лучше не идти Да И он Абсолютно Один Все 19 тысяч Перевес Никуда Не делась Сыру Фуриона Остался Непотраченный Так что Могут Достоять От этих Рошан Не так Долго Осталось Ну что Будет Джаггера Пытаться Убивать Не могут Попробовать Летит Сюда Но Сли Лина Отменила Земля Пухом Уже Ты Отменила Телепорт Лина Может у них челлендж Между Элдером и Линой Кто больше На косячи За две игры Ой А тут еще Эрспирит Даркан Руны Сейчас опять Будут закатываться Красиво Вкатывается Да Ну это конечно Супер провал Должны были убивать Фантомку А в итоге Ой Джаггернаут А в итоге Теряют вообще Все Тут Марч Супер новый Не знает Куда ее уже Пристроить Эрспириты Конечно забрали Но Ситуация Такая себе Причем Почему Лина Отменила Телепорт Вообще Непонятно Такое ощущение Что там Как-то Стояло Абсолютно Вне Досягаемости Для соперника Может он не прокликал Через шифт Или еще что-нибудь Ну да Вот что-то такое Наверное Хотя уже У всех Давным-давно Должна стоять Вот эта кнопка Которая Не дает тебе Сбивать Телепорт Без квиккастов Да Это кстати Такое есть Квиккасты Вот Квиккасты Могу Официально Заявить Что Ладно Это мое мнение Исключительно Что Это просто Дикая дичь Для меня И То Что Происходит У меня С квиккастами Ну короче Это не так просто Да и в принципе Все говорили Что Безин багов Много Самых разных Тот же Лил Помнишь Много раз Выдавал Информацию Что Что-то там Не работает У Толюбизажат Или еще У кого-то Да И очень долго Это делали Не фиксили Не везде Работает Или Работает Не так Как нужно Где-то Что-то Надо Оставлять Например Та же Херносфера Но Ее на квиккаст Практически Никто не ставит Кроме Сверхразумов Зажарили Джаггернаут С помощью Лагуны Все-таки Но Это не меняет Суть Того Что Страна Но Сейчас Может Дальше Нападать Убивать Еще Герои Если Получится Брать Всех Свернов Очень Хорошая Защитная И Ничего Не получается Байбэк Еще И на Линия Остается Последняя Сторона Отликан Наказывать Баш Прокает Куча Ударов Ни одного Крита Один Крит Вылетел Это Самый Конец Когда Поздновато Прижир Атимир Фурион Тоже Должны Брать Так что Крит Сидева Есть Сыр Дизей Его Тоже Забирает Еще Минус Героя 600 Голды За Стрик Мало Все равно Очень Мало Две Стороны Потеряно И 25000 Преимущество Сейчас Все Это Рестница И Пойдет В решающую Атаку Будет Рошан Я думаю Еще Вдобавок Сейчас Бо Забрать Да Вот Это Кстати Это Будет Легкий Переворот Скажем Так Там Какой Линии Дать Рефрешер Она Даст Две Лагуны Джиггернаут А снова Его Заберет Это Кстати Да Между Прочим Правда Его Аганим Ну Не Все Сразу Слишком Много Хочешь Ну Вот Аганим Зашел Даже Не Рейтит Посмотри Там Игбай БКБ Пика Так Феникс Залетает Но У него Уже Ничего Нет Титан Дает Стомп Но Это Игг Титан Феникс Забрал Рошана Да Все Остальное Нет Ну Да Это Конечно В данной Ситуации Рошана Это Мелочь Но Вообще Да Это Либо Феникс Либо Ликан Но Вроде Волки Ликана Отошли В этот Момент Но Это Было Одинаково Сложно Под Такой Кучей Урона Так Шард Забирает Фантомка Но Я думаю Что Это Временное Явление Все Так Отдать Линию А Вот Рейтед Рейтед Еще Как После БКБ Просто БКБ Поставил Так РФ Ты у Кого Сейчас Фантомки Пока Интересно Ну Вот Просто Представляешь Если Сейчас Был Баганим Это Сколько Это Тысяча Чит Ну Две Тысячи Чистов Нет Это Тысяча Где-то Так Семьсот Минус Жиггернаут Тысяча Семьсот Чистого Урона То есть Да Минус Жиггернаут Даже Вертушки Там Скинутся По Удару Не Все А Энви Хочет Рапиру Но Шарт Он Пока Не Отдает Никому Может Хочет Там БКБ Ворвался Побил Волки 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 Все Видят Ой Полетели За Энви Уже Там Его Окружают Хиксуют Фиксируют Фиксируют Реализовал Реализация Эгиса Ну Ура В этот Момент Лина Джиггернаут Успевает Утонуть Но Но Все Таки Заберут Да Это Неплохой Размир Все Потому Что Эгис Действительно Реализовали Так Что Сейчас Имель Накаж Что Остался Фир Ты чего Хорошо Живет У него Там Миссы И куча ХП Для 500 Здоровья Ну И Что Я Вам Хочу Сказать Шард Остался При Этом У Лины Прибавилось Деньжат У нее Есть Уже Поинт Бустер При Этом Отставание Было 20 Се Остало 25 Тысяч И Так Вот С такими Темпами Кто Знает Сейчас Фантом Карапиру Дофармит Кританет Пару Раз Ну Да Игра Закончится Тут Помимо Всего Прочего Что Они Гриб Пару Герофе Дает Им Время В Которое Они Точно Не Потеряют Сторон Слушай Как тебе То Что Он Не Стал Прорубающий Уран Брать Эбф Хотя Есть Сумон У Соперника Он Взял Лайфстил И Дезолятор Понят Я Видел Такие Билды Допускаешь Что В целом Ему Не Не Нужно Бирать Сам Нужно Бить Определённого Героя Просто Бьёт Максимальный ДПС Пару Силка Сильно Помогает В рамках Долгих Драк Когда Ты Берёшь 25 Тебя Вкусят Таким Дагира А у Тебя Фул ХП Особенно Если Будет Крит Это Очень Удобно Фланг Выживаемости Очень Безык Крапили Я Бо Если Тут Уграл Я Без Что Три Даггера 25 Просто Шот Всю Коману Противника Не Важно Куда Летят Дагира Ты Просто Убиваешь Сот К Что Сот К Сот К До Рапира Да Это Замечательные Новости Для Мингвинов Если Они Как Небудь Смогут Гарантировать Безопасность 11 Секундный Блокинг Бар Вопрос Просто В том Что Они Один Раз Противника Убили Точнее Ворвались Там Дали Хекса Круче Что Мешает Им Повторить Выбить Его Еще Раз Раз Смог Атака Находит Джекироса Но Не Докатывается Ну Вот Волки Волки Очень Хорошую Разведку Давали Здесь Нужен Какой-то Либо Гем Либо Куча Сентрей Так Вниз У нас Врывается Профит Дает Хекс Успегает Сбить ТП Все Это Минус Зелдер Да Титан Ничего Не поделаешь Так Курьер Полетел Курьер Полетел За рапирой Главное Сейчас Не спалить Профиту Этого Курьера На Три Минуты Оттягивать Не хочется Готово Так Ну и давай Сколько До 25 Осталось Уровень С ним Большим Надо Именно Драк Будет Провести Судя по Всему А Жаль Так Был бы Ему Конечно Тидагера Получить Было бы Замечательно Так Интересно Герой Выглядит Ну Можно На Сраковой Шнигу 600 Атаки Хватит Летого Я думаю Что Да Учитывая Что Атака Вышла Уже Прямо Сейчас Не Хватит Точно Пошел Хауль Некрач Намолачивает По вышке Минус Некрач С Самыми Разобрались Титан Через 15 Секунд Появится Без него Не хочется Тут Главная Еще особенность Что Им В целом Это Плевать На Мег Крипы Не Мег Крипы У них То есть Такой Фантом Крем Главное Выиграть Драку Потому Что Потом Она купит Еще Слот Потом Еще Слот И Она В итоге Всех Убьет Силой Это Явно Задей 2 600 Криты Это Очень Много Нули Фаер Ну Кстати Еще Один Вариант Хорошо Убить Фантом Подарок Подарок Для Нажимать Нажимать Свой Блокинг Бар Быстро Почти Через 8 секунд Можно Книгу Купить Там Конечно Не Хватит Да Там Надо Очень Много Там Не Хватит Вообще Совсем Ни Никс Берет Книгу Фантом Книгу Но Это Хоть Как То Ее Приблизит Ой Эр Спирит Находит Бестмастера Вешает Сайланс Вешает Ультимейт Ой Как Больно И Фантом Ка С одного Удара Срезает Но Это Минус Бестмастер Использует рефрешер чтобы идти бкб нужен крит крит бкб и не дают фантомки бить просто не дают бить вынуждена уходить это минус ли за малом не хватило буквально тычки не успела одну тычку считать и убить джиггернаута лин ну она ворвалась зала ультимейт стал все все попал и вот то это хекс лишний заведет еще что-то что-то не позволило ей добить да и ситуация становится супер тяжелая фантомка все еще не 25 нет трех даггеров ну действительно тут мега крипы уже как бы не выглядят бост блэйд фьюри очень много урона под радио или fire все фантомку а том как я желаю земель и вытолкнул под фонтан это гг сдались до конца гейминг ну на самом деле джей шторм медленно заканчивали скажем так сорок две минуты потребовалась самая долгая игра 40 тысяч перри фарма вот сейчас значит позвать ликвидов показать им перри фарм и какой он был там 10 назад они бы сказали ха-ха потому что они бы справились с такой доминации на старте минут за там 25-20 ну да но здесь немножко не хватило какой-то не знаю уверенности в какой-то момент чего-то не хватило графика дота плюс не вижу очень жаль статистика урон по героям о как скромно вообще у флайн пингвинс прям вообще для игры которые да и на самом деле у джей шторм смыки маленькие значения 20 тысяч 15 40 фрагов на самом деле накидали не так и много нередко дрались и больше было именно их сделано на старте игры по что под конец там лина умерла раз-три elder титан у нас была сверх пассивная дота какая-то ну что 1-0 джей шторм повели мы идем на перерыв вернемся к следующей игре